добрый день уважаемые садоводы и огородники 10 августа созревает ежевика и у нас ежевики очень много я каждый год делаю с ежевики вино сейчас этом видео я вам покажу как сделать очень вкусно просто и легко ежевичное вино вначале сейчас я расскажу рецепт сколько чего нам понадобится для вина и далее покажу сам процесс как все делать для ну так скажем я делаю так 2 килограмма спелой хорошо вызревшие ежевики обрываю с кустика нарываю 2 килограмма высыпаю в кастрюльку эти 2 килограмма засыпаю на 2 килограмма ягод 1 килограмм сахара и заливаю еще 2 литра воды то есть рецепт очень простой 2 килограмма ягод 2 литра воды килограмм сахара все это хорошо перемешиваю чтобы сахар растворился потом ежевику руками прям позмякал там подавил и можно добавить сюда чтобы хорошо бродила наше винное сусло можно добавить либо же грамм 100 изюма либо же можно добавить где-то грамм 200 ягод винограда или самый лучший способ и вообще для классного брожения обычные кондитерские дрожжи из которых которые идут для выпечки буквально таких дрожжей нам надо 15-20 грамм растворить вместе с этим суслом и пойдет активный процесс брожения далее все это то что мы подавили оставляем бродить два-три раза в день потом мы перемешиваем шапку вот эту раскладываем чтобы она не испортилась и не было никакого вкуса и запаха нашего вина это все будет дальше далее в видео и еще что могу посоветовать как я делаю вот у меня три куста ежевики и за один раз я нарываю 2 килограмма ягод вот я на 2 килограмма сделал вино потом она один день бродит и на второй на третий день уже получается через день меня назревает еще ежевика меня здесь я уже и оборвал видеть их мало зрелых ягод еще на зреть ниже века я еще на рву 2 килограмма ягод и опять же эти два килограмма ягод я доливаю 2 литра воды килограмм сахара передавливаю и добавляю вот этот на третий день полученные сусла для вина добавляю в старые вино который уже бродит у меня опять активизируется процесс брожения вино не перебродит не перекиснет ничего страшного и таким образом у меня уже будет больше вина далее но дней пять все это вместе перебраживает отцеживаю через марлю переливаю в бутыль ну об этом всем смотрите далее в видео я все вам покажу и так я нарвал два килограмма ежевики а вот в кастрюле у нас смотрите здесь уже бродит вчерашняя ежевика и то что сегодня я нарвал добавлю ее во вчерашнюю я беру 2 килограмма ежевики и вот таким вот способом ее нужно хорошенько подавить если попадается какой-то с листьев мусор в процессе удалки я его выкину чтобы поменьше он там бродил ягоды я не мою потому что на поверхности ягод живут природные дрожжи и они будут способствовать брожению и еще самое главное хочу сказать что сегодня я буду делать эксперимент не просто ежевичное вино в это вино еще добавлю виноград смотрите это уже перезревший виноград от перезбытка влаги после дождя у нас прошел дождик и он уже он лопнул поэтому такой виноград кушать не пойдет а я вот здесь где-то почти килограммчик добавлю на тут два килограмма и тут два килограмма на 4 килограмма ежевики получается у меня будет вино 4 килограмма ежевики и килограмм винограда такой попробую сделать микс добавлением винограда виноград поможет лучшему брожению и возможно какой-то вкус будет другой сюда я добавил 400 грамм сахара и сюда два килограмма и килограмм сюда добавлю 500 даже 600 грамм сахара добавлю в общем пока что перетираем ежевику ну вот смотрите какая сочная ежевика сколько тут сока в ягодах теперь смотрите сюда я высыпаю сахар с расчета на два килограмма ягод 400 грамм сахара все это перемешиваю вот если вы делаете такую одну порцию то на эти два килограмма ягод нужно добавить еще литр воды я беру обычную воду со скважины выливаю литр воды и все это перемешиваю и вот смотрите если вы например купили себе или вас выросла ежевика вот два килограмма ягод 400 грамм сахара литр воды ягоды подавили смешали с сахаром долине воду расколотили и накрываем все это пленочкой или марлей и оставляем для брожения на 3-4 дня ну вполне достаточно будет трех дней ну и что потом делать через три дня я вам покажу чуть чуть дальше но у меня сейчас это на этом не заканчивается я как уже говорил у меня есть уже вчерашнее вино который я заготовил уже бродит вот которые только что заколотил и есть виноград который я хочу также добавить что мне сейчас надо сделать я беру вот это вино вот это полученную смесь и выливаю сюда который уже бродит когда бродит мешаем все только деревянной лопаткой не железной можно железной деревянной вот и его размешал смотрите какая пина в эту емкость где я расколачиваю высыпаю виноград кому интересно это сорт преображение тоже его подавлю чтобы он здесь впустил сок и конечно же быстрее начал бродить надо давить чтобы косточку не раздавить потому что косточка будет давать горечь просто давим ягоду а дальше при брожении все перебродить и сок весь шкурка делится все будет классно у вас такой я снимаю как вы видите в стиле все вайф один никаких там штативов поэтому возможно картинка не сильно у вас красивая смотрите как я давлю как снимаю так и снимаю кому интересно главное в этом процесс видеть как его я делаю я показываю как я его делаю а на красоту или чтобы там какие-то спецэффекты это уже никак не так специалистам которые пускают целые передачи делает там все красиво готов его тоже сюда сахар здесь на расчет винограда есть тоже теперь все хорошо перемешиваем и накрываем все хорошо перемешиваем и накрываем пищевой пленкой до завтра чтобы сюда пленка для того чтобы сюда всякие кашки не попадали стоит у меня на кухне в летней кухне и там стоит будет бродить завтра я покажу надо будет перемешать сверху шапку и так один или два раза день надо перемешивать бродить будет у меня три дня прошли уже сутки я щас покажу вам как бродит наше будущее вино открыл пленочку сразу стоит запах похожий на вино смотрите какая уже образовалась шапка брожение идет полным ходом вот так течение дня надо два три раза перемешивать чтобы вверх шапки этой не закис и или не засох потом будет просто это произведет тому что будет горечь и так перемешиваем и это помогает брожению чтобы не было сверху закисание прям активно активно бродит наше ежевика я когда делал вино без винограда с самой ежевики то брожение конечно идет немножко слабее а так бродит очень хорошо я думаю что виноград этому помогает потому что на винограде больше на плодах диких дрожжей вот так вот бродит наше вино